Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня у моего канала маленький юбилей. Ровно полугода, как я решил вести свой видеодневник. Поэтому сегодня я приготовлю что-то очень вкусное. Это будет баранья печеночка в сальнике со свежими травками и шашлык из бараньих ребрышек. А также, конечно, красное сухое вино. Пока у меня есть время и костер разгорается, я порежу мелко травку. Это кинза, петрушка, укроп и фиолетовый базилик. Я беру целую печеночку овечки. Овечка была весом 26 килограмм. Молоденькая, в меру упитанная и очень вкусная. Как всегда, я снимаю пленку с печеночки. Вот так. Уже почти все готово, поэтому я приготовлю прекрасные пряности. Для этого я использую зерна кориандра, белый перец горошек, соль и потом попозже добавим зиру. Я высыпаю измельченную зелень в тарелочку и смешиваю ее с измельченными специями. Так как я покупаю барашков всегда крупных, поэтому сетка у барашков всегда получается толстая и жирная. Мне было бы удобнее и приятнее работать с сеткой, которая очень тонкая, вот так просвещается. Или хотя бы со свиной сеткой. Но то, что есть, то и будем использовать. Я нанизываю на шампур кусочки печенки. Можно было бы посыпать печенку смесью пряностей сразу на шампуре, но я посыпал зелень. И так, и так будет хорошо. Это очень хороший и мною любимый рецепт, но в этом рецепте не так легко будет проконтролировать степень готовности печеночки, чтобы она не пересушилась. Я расстелил сетку и высыпаю на сетку зелень. Кладу шампурчик и сверху тоже посыпаю зеленью. Все это аккуратно заматываем. Из-за того, что сетка или сальник очень толстая, она не очень хорошо облегает сам шампур, поэтому я использую кулинарную нить, вообще-то бумажную, чтобы подвязать саму сеточку, и она не разваливалась. Это не так красиво, я знаю, но зато это будет надежно. Из-за того, что сетка или сальник была очень толстая, наматывалась она неудобно, и получились вот такие шампура. Посмотрим, что из этого получится. Пока я нанизываю бараньи ребрышки на шампура, посмотрите, как правильно готовить маринад для маринования бараньих ребрышек. Сейчас я замариную ребрышки овечки. На ребрышках есть хороший слой жирка, он нам здесь не нужен, поэтому я его убираю. Небольшой слой жира я специально оставил, этот жирок будет пропитывать ребрышки, и они будут намного сочнее и вкуснее. Ребрышки я разрубил на две ленты, теперь я режу ребра вдоль по два ребра на каждом кусочке. Для маринада я беру черный перец горошек, зерна кориандра, ягоды можжевельника, зира, соль и две маленькие луковицы. Луковицы я мелко порежу, а специи разотру в ступке. Друзья, аппетит приходит во время еды. Я посмотрел на количество ребрышек и понял, что их хватит только на меня одного, поэтому я достал еще одну ленту ребер, и сделаю с ней то же самое. Я высыпаю лук в кастрюлю, в которой будет мариноваться мясо. Лук перемешиваю с размолотыми специями. И, естественно, в бокал хорошего сухого вина мы выливаем маринад. Выкладываем ребрышки в подготовленный маринад. Наверное, кастрюлька будет маловато. Очень маловато. Берем другую кастрюльку и хорошенечко перемешиваем. Убираю ребрышки в холодильник и завтра начнем готовить. Друзья, я забыл самый последний и самый очень важный штрих. Это хвостики от кориандра. Вот такие крупные. Я их абсолютно не измельчаю. Я просто их высыпаю и хорошенечко перемешаю вместе с мясом. Маринад для ребрышек очень ароматный. Класс! Я думаю, ребрышки будут очень вкусные. Вот так я их нанизал. И пойдем жарить. Наконец, я нашел достойное применение головам при производстве домашних дистиллятов. Вот такие очень ароматные головы помогают прекрасно разжигать костер без специальных жидкостей. Жар у глей уже немного утих. Вот такие аппетитные. Золотистой корочкой. Жирок, который тает на ребрышках, пропитывает мяско. А дымок, который получается от самого жирка, хорошенечко пропитывает ребрышки. Получается очень и очень вкусно. Вот такие аппетитные колбаски из печеночки получились. Жир очень толстый, поэтому все время угли воспламеняются. Все приготовилось. Выглядит великолепно. Пахнет так, что просто слюнки текут. С днем рождения! Канал вкуснее, чем дома. Ребра. Рецепт этих ребер в разных культурах называется по-разному. Одни называют его пять пальцев, другие называют его шашлык-семечки. Мы сделали просто ребрышки на шампурах и попробуем, что же получилось. Мясо уже хорошо отдохнуло. Соловьи поют, как будто бы мы в каком-то зоопарке. На каждом кусочке ребрышек по два ребра. Вот так хорошенечко оголились косточки. Скорее всего, все уже хорошо приготовилось и прожарилось. Маринад, который я приготовил, отлично подчеркивает вкус свежей овечки. Здесь именно то, что нужно. как же я давно не кучал именно шашлык, приготовленный на живых углях. Мясо в меру упругое. Это, конечно же, ребра, это не свиной ошеек, поэтому текстура мяса очень хорошо и отчетливо слышна. Но мясо вполне прожарилось, оно мягкое и самое важное, что оно очень вкусное. Сочное, не пересушенное, именно такое, какое должно быть. Жирок хорошенечко пропитал мяско своим вкусом и ароматом. Вкуснятина. Кусочки жирные, жир течет по пальчикам. Ребрышки, которые я сделал, они просто вкуснейшие. Маринад, который я приготовил, настолько подчеркивает вкус порошка. Это шедевр. Это отличное блюдо, мне оно очень нравится. С красным вином вообще классно. Свежие овощи, помидорчики, огурчики. кенза с мясом, с барашком. Это великолепно. Свежий базилик с помидорчиком. и мяско. Кусочки жирка. Класс. Кусочек там, где было уже ближе к самим ребрышкам, вообще мяско мягусенькое, мягусенькое. Давайте заглянем, что у нас прячется под этой сеткой. Как сетка хорошенечко вытопилась. Печеночка в травах, весь сок остался здесь от травок, от печеночки. Снимаем. Берем кусочек печеночки, вот так отделяем. О, как она пахнет свежими травками. Ммм, ммм, угу. Печеночка внутри слегка розоватая, сочнючая. Класс. Все кусочки отлично приготовились. Вот здесь на срезе видно, как она выпускает сок, к ней прилипли все травки. Объедение. Клинза. любой кусочек, какой я беру, приготовлен просто идеально. Настолько вкусно, я хочу кушать. какая отличная полянка. Птички, тихо, зеленая травка. Лето так быстро наступило, уже очень жарко. я сегодня приготовил бараньи ребрышки. Это ребрышки овечки. В моем интересном маринаде. Они мариновались всего ночь. И вот такие аппетитные ребра. Мясо очень вкусное. А также бараньи печеночку, сальники и красное вино. Это просто очень вкусно. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь, внизу. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Не удержался. И помните, кухня это самое спокойное место.